Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Татьяна Божинская. Приветствую всех, кто сегодня с нами. Начнем по косикам, пройдем. И первый вопрос, как прошло свадьбу? Вы знаете, учитывая обстановку в Украине, мы с супругом Дмитрием решили не делать такую феерическую свадьбу, шоу, а решили сделать в таком очень достойном, мягко сказано, аристократическом стиле. Собрали только самых близких друзей, очень узкий круг, повенчались в Софии, в русской церкви Николая Чудотворца, и провели обряд бракосочетания в Центральном ЗАГСе, и этот обряд провела мэр Софии. Ну, приятно было, честно скажу. И наш праздничный ужин проходил в доме с часами, в помещении, в этом здании, более двухсот лет. Он находится под охраной ЮНЕСКО. И мы так собрались, поужинали, танцев не было, песен не было. Ну, почти двадцать человек. То есть, ну, вы знаете, мне очень понравилось. Так было душевно, потому что для нас с Димой, ну, уже как-то вот мы не хотели что-то такое делать, карнавал. Хотели, чтобы было все так искренне, по-настоящему. Мы долго искали друг друга, и почему мы венчались в русской церкви Николая Чудотворца, потому что именно к этой иконе регулярно, много-много лет я ходила и просила достойного супруга. Поэтому многие девочки пишут, Катя, вы нашли такую любовь, у вас такой красивый муж. Как нам, что нам делать, как нам встретить свою любовь? Ну, схожу честно. Идите в церковь, искренне просите Бога. Бог не оставит никого. Поэтому я очень благодарна, и скажу, что вот мы недавно, несколько недель назад вернулись из Иерусалима, где дали обещания друг другу на таких святых местах, где действительно Бог слышит, обещания любить друг друга всегда, быть верными. И, конечно, помолились за Украину, чтобы наконец-то все разрешилось положительно, и все устали от войны. Мы хотим мирного неба над головой, и сопереживаем, участвуем в всех событиях, чем можем, помогаем. Поем патриотические песни уже вместе. Дмитрий учит украинский язык, и вот песня «Украина цемы», которая, я считаю, может даже быть гимном этого времени, этой сложной ситуации в стране. На всех концертах зал встает, и люди понимают, что наша сила, наша сила в нашей едности, и наш народ, украинский народ, непроможный, непобедимый. И, наверное, даже хорошо, что произошел такой переломный момент в Украине и в истории. Это очень объединило народ. Люди действительно почувствовали, что мы братья и сестры. Я вот сегодня даже в таком патриотическом стиле и хожу так в Болгарии, пусть люди знают, что я с Украины. В Болгарии в машине у нас даже флажок жовто-блокитный. Пропорец. Спасибо. Следующий вопрос. О чем новая песня и клип? Это песня «Украина цемы», которую написал Юрий Евгений Черепчинский и прекрасный композитор Никола. Песня очень актуальная, песня нужная и песня, которая, надеюсь, даст силы моим соотечественникам бороться и идти к свободе, к демократии и, наконец-то, уже дождаться достойной жизни. Той, которую украинский народ заслуживает. Клип мы еще вот в процессе снимаем. Это неизвестный режиссер. Пока это еще в тайне. Когда уже будет готов, тогда сообщим. Когда он будет готов? Ну, предварительная премьера будет 1 июня, вот, послезавтра во Дворце Украины на благотворительном концерте, который будет дан в честь памяти Небесной Сотни. Спасибо. Мы с вами все ждем премьеру «Всё переживай». Вопрос от Татьяны. Какие подарки вам подарили на свадьбу? Какой подарок больше всех запомнился? Вы знаете, подарки были, ну, в основном, личные. Мы, наверное, даже я, такой человек более прагматичный, и я всегда говорю, что бы я хотела получить. Потому что я не люблю ненужные подарки. И такое время лучше сказать, вот, есть вот то-то, 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 например, список. Вот что вам удобно подарить? Подарите это. Я считаю, это правильно. Может быть, кто-то любит сюрпризы. Я не люблю сюрпризы, потому что они бывают порой неприятные. И не хочется разочарований. Поэтому подарки были от души, от сердца. И каждый подарок был для нас радостью. То есть, чтобы выделить подарок невозможно? Самый большой подарок – это подарок от Господа. Это человек по жизни, по сердцу, по судьбе. С которым я готова уехать на край света. Главное, чтобы он был рядом. Красива, придем к следующему вопросу. Нет, ну, конечно, еще есть мечты и желания, чтобы было продолжение нашего рода. Очень хочется. Мы над этим работаем. И в Иерусалиме получили благословение. И мечтаем. Мечтаем, конечно, о детях. Это очень хорошая мечта. Дети продолжения рода нашего рода. Слышим вас, пройдусь к умову. Доброго дня, Катарина. На своих старинках, в Зосбережьях, вы презентуете несколько дюжинальных пациентов, для нового альбома. Хотелось бачити в видеокліп, например, для письмени «Покрай прерви». Хотелось бы узнать, как появилась идея этой композиции. Чи не приховываешься письмя одна из самых меньших в вашем репертуаре? И что вы мало комментируете о предпочтении на Украине? Мы хотели узнать вашу позицию, как спевачки, которая для многих символов Украины. И для этого сердца витаю вас, снижена. Дякую. Дуже гарное такое запытание. По край... Деньги, я напоминаю. Да, да, да. По край пропасти написал Сергей Бакуменко. Это мой хороший друг. И Сергей вместе со своей женой это наши близкие друзья, можно сказать, даже родственники. Мы с ними во многом похожи. Мы творческие люди. И я ему благодарна. Он написал очень много песен для меня. Один из хитов это «Королева вдохновения», который мы спели со Стасом Михайловым. И песня в Ютубе имеет почти 5 миллионов просмотров. И Сережа, он очень тонко чувствует, что на данный момент я ощущаю. Эта песня была написана год назад. Ну, на удивление, она так понравилась публике, хотя она трагическая, драматическая. Там такая ужасная история. Ну, как-то вот женщины хотят видеть видеоклипную эту песню. Ну, я пока не готова, потому что в моей жизни прекрасные перемены. Я счастливее всех невест. У меня любимый есть. Я не хочу петь грустные песни. И я наслаждаюсь семейной жизнью. И даже на концертах, выбирая репертуар, я стараюсь петь позитивные песни и патриотические песни. И действительно быть символом Украины и нести красоту украинских женщин, позитив, душевность. Даже вот болгарским друзьям что-то приготовить, украинскую кухню пусть попробуют, что вот у нас тоже вот вкусно и борщ и вареники. И вот этот колорит украинский передать. Спасибо. Следующий вопрос Николай задает. Здравствуйте. Спасибо вам за ваше творчество и вклад в украинскую музыку. Скажите, пожалуйста, хотели бы вы когда-нибудь создать свой фестиваль, конкурс для молодых печатающих и исполнителей Украины. И в целом, как-нибудь помогаете молодым и талантливым? Молодым и талантливым помогаю тем, что даю, дарю костюмы концертные, которые я уже не ношу, которые уже и не по размеру, и как-то и не по возрасту, но в хорошем состоянии. И причем даже есть определенные аксессуары, в которых я участвовала на конкурсах и выигрывала. И дарю молодым исполнителям на удачу. Даю минусовки бесплатно, качественные, со студии, с бэк-покалом, такие вот, чтобы дети могли петь песня «Украина цемы», «Украина вышиванка», «Як у нас на Украине», песни, которые поют и в школах, и в детских садах, и на конкурсах, и на фестивалях, и в различных центрах самодеятельности. Мне очень приятно, но бывают такие, знаете, смешные ситуации, когда приезжаешь на концерт, например, какое-то серьезное мероприятие, юбилей какого-то завода, предприятия, и открывается концерт, выходит девочка маленькая и поет песню «Як у нас на Украине», и ансамбль танцует, и ты понимаешь, что тебе тоже нужно петь свою песню, и думаешь, петь или не петь? Все-таки как-то в одном концерте одна и та же песня. Ну, конечно, я пою, потому что эта песня моя. И многие пишут, просят, пожалуйста, вот мы хотим петь ваши песни, пришли те и минусовки. И вот моя помощница, пиар-менеджер Юлия Толкачева, такой человек ответственный, помогает людям, отсылает в минусовки. Мы не против, мы не жалеем. Если песня пошла в мир, если ее хотят петь, это только, знаете, для артиста радость, и ты понимаешь, что ты нужен, и значит, эта песня правильная, это народная песня. А по поводу фестиваля, не было идеи конкуса, и фестиваля, как и звать? В данный момент нет таких идей, потому что хочется какой-то немножко стабильности в стране. А в будущем, конечно, хотелось бы, и учитывая то, что я сейчас временно живу на две страны, и в Болгарии, и в Украине, было бы, конечно, бы отлично на берегу Черного моря, в Болгарии, в Бургасе, или в Барне, организовать фестиваль, и сделать такой европейский проект «Дружба Украины с Болгарией». Впрочем, у нас в мыслях это есть, потому что мой муж имеет отношение к такой дружбе, и, возможно, в будущем мы это попробуем реализовать. Хотелось бы. Мне кажется, это было бы интересно, и можно было бы детей оздоравливать, потому что дети-сироты, и дети, которые имеют проблемы со здоровьем, среди них очень много талантливых, и в первую очередь хотелось бы таким детям помочь. Прекрасно. Может быть, вот создать такую какую-то социальную программу, и, конечно, мы все верим, надеемся, что Украина будет тоже в Европейском Союзе, тогда будет это еще проще. Верим. Верим. Да. Следующий вопрос, любопытная спрашиваю. Скажите, где вы опять для своего мужчину? Почему мы раньше его не видели? Все это быстро произошло, и мы, ваши поклонники, просто не видели конфетные, букетные прибыли? Сразу с вами. Расскажите о нем и о вашем знакомстве. Я еще несколько лет назад наблюдала за одной известной украинской парой, которые были женаты. Они очень много говорили о своей личной жизни, и, к сожалению, потом их брак распался. И я поняла, что все мелочи, все нюансы не нужно выносить на обозрение публики. Я своих поклонников люблю, и они очень многое видят и знают, те, кто действительно следит за моей жизнью. В социальных сетях я радую регулярно, показываю, в каких городах я выступаю, где я бываю. Поэтому, когда мы с Димой встречались, мы считали, что пока рановато. Когда Дима сделал предложение на Мальдивах 14 февраля, тогда уже мы понимали, что мы решили жить вместе, мы любим друг друга, у нас будет семья. И с этого момента мы начали показывать свои фотографии совместные, и уже в скором будущем состояла свадьба. У тебя знакомство? Как ты говоришь о знакомстве? Нас познакомил общий друг, он болгарин, у него в Украине был бизнес, мы встретились на мероприятии, познакомились, и очень скоро поняли, что у нас любовь. Спасибо, пойдем к следующему вопросу. К вопросу очень люблю ваше творчество, с терпением жду новых презентаций от вас. Скажите, пожалуйста, когда будет ваш новый диск, и где его можно приобрести, на какую тему он будет, и участвует ли вы в написании музыки или слов в своих песнях? Мой новый диск по счету седьмой, восьмой, пиар-менеджер лучше знает, я сейчас еще такой в любовной абстракции, не помню даже, сколько у меня дисков, в лондинька. Он выйдет через неделю, будет называться «Нежный родной». Мне захотелось называть этот диск в честь моего супруга. Эту песню написал Виталий Волкомор, и в этом диске будет двенадцать песен. Двенадцать песен. Три песни будет на украинском языке, будет очень красивая песня «Дуэт» с Александром Балбусом «Вечно Кохаты», «Украина цемы», «Красивая весна». И вот любимая песня, которую постоянно спрашивают по краю пропасти Сережа Бакуменко. Какие у нас там еще песни, Юля? Я ничего не помню. Не забывается любовь, «Верная подруга», песня, которая на радиостанции «Шансон» была в лидерах. И вот на концертах, знаете, вызываю людей, приглашаю, говорю, есть ли у нас в зале верные подруги? И выходит прям целый ряд, становятся, и как друг друга обнимаем, и девочка говорит, боже, как прекрасно. Вот мужчины говорят, что женской дружбы не бывает. Есть. И вот такая женская солидарность, и поют песни вместе со мной знают эту песню. А у вас, так что-то вопрос, много подруг у вас, друзей? У меня мало подруг, но это настоящие подруги. И, вы знаете, так случилось, что эти близкие подруги, они стали родными, стали членами моей семьи, потому что они и кумовья, и свидетели на свадьбе. В общем, все наши, или мы работаем вместе, или мы вот семья. Это мои подруги. Потому что дружба на расстоянии, это уже не такая дружба. Нужно постоянное общение. Знаете, как огонь любви нужно постоянно подбрасывать хворост, так же и в дружбу. Нужно постоянно быть рядом и помогать, и чувствовать, и поддерживать, и уметь порадоваться за друга. Поэтому нужно общение. мешает, я считаю, да. Вот вы знаете, я за это очень благодарна моему мужу, потому что он меня ни на минуту не отпускает, мы всегда вместе. И на концертах, и на встречах рабочих, которые относятся к его работе, и на гастролях, и путешествиях, это очень правильно. Я раньше не понимала, как так может быть. А вот он научил показал, как правильно. То есть вы замечаете приятное с полезным? Да. Мы путешествуем по Украине, мы были в Трусковце, ему очень понравилось. Сказал, великолепный город Черновцы. Киев полюбил уже здесь как свой, за рулем ездит, уже все дороги знают. Говорю, Дима, ты как местный. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос. Поклонники спрашивают. Вас любит вся Украина не только? у вас тысячи поклонников. Почему нет фан-встреч? Ведь это не секрет, что ваша музыка близка людям до 20. Почему нет корпуса? Все звезды нашей эстрады как-то привлекают своих слушателей к своему творчеству. Придумать идею клипы, побыть стилистом на один день. У вас будто нет контакта слушателя. С уважением ждем. А это не Рай Леев написал случайно? Поклонники. Поклонники. Юля, займись организацией фан-встреч. Наверное, потому что в данный момент я не так часто в Украине. Но обещаю, мои поклонники, дорогие, я про вас не забываю. Я вас люблю. Диски за лучшие вопросы мы будем дарить. Пожалуйста, пишите в социальные сети, на официальный сайт. Есть возможность с прямой связи. Я читаю, я лично там бываю. Пишите, придумывайте и будете вознаграждены. Никого не оставим без подарка. Буду приятно, рада, буду удивляться. Знаете, уже по-болгарски начинаю говорить. За полгода общения и жизни в Болгарии я уже перехожу на болгарский. Так что, прошу прощения, искренне люблю и буду рада общению с вами. Переживаю, поклонники, переживаю. Не переживайте, пишите, всем ответим, всем поможем и будем делать, как вы хотите. Следующий вопрос с Ивановской. Что же для Террина Дужинска услужил артист Украины в этом году как певица? В этом году, в ближайшее время, я думаю, что, наверное, для меня важнее будет всего семейная жизнь. Я хочу побольше продлить вот это состояние невесты Медового года. Потому что Медовый месяц прошел, но спасибо супругу, что он меня радует и он знает, что я люблю путешествовать и для меня это самый лучший подарок. И он меня радует сюрпризами, приятными, ну, так издалека спрашивают, где бы ты хотела побывать, в какой город тебе нравится, а потом вот так внезапно говорит, мы завтра улетаем. Как? Куда? Вот туда-то. И, конечно, безумная радость, знаете, как в детстве такая прям хочется прыгать. А куда вы хотели еще поехать? Хочу в Будапешт и хочу в Париж. Слышите, Дмитрий? Дмитрий улыбается так. Наверное, уже билеты купил на самолет. Следующий вопрос от Олечки. Какой у вас характер? Считаете ли вы себя звездой и присущей вам капризы и скандальность как много знаменитостей? Я не могу сама о себе говорить. За 15 лет в моей творческой деятельности уже сложилась определенная репутация. И, наверное, поклонникам лучше знать, кто бывает на концертах. В принципе, я человек адекватный. Я не скандалистка. Но если назойливые поклонники начинают переходить границы, конечно, я могу сказать интеллигентно, но строго. Я не люблю панибратство, не понимаю, когда мужчина посторонне может подойти и начать разговор. Это очень странно. Или подойти, похлопить по плечу. Это уже вообще... Ну, люди бывают разные. Ну, слава Богу, такого не было. Но знаю, что в истории других артистов было и похуже. Бывали звонки. Понятно, что люди хотят общения. Ужался в социальные сети. Это безопасно и интересно. и много информации можно узнать. Концерты были вообще-таки с вами при концерте? Это вот поклонники были неадекватные? Ну, вот на последнем концерте мужчина один фотографировался, он как-то начал меня обнимать. Ну, Дима стоял рядом, Дима меня одну не оставляет и говорит, вы так поосторожнее, потому что у меня черный пояс по карате. В шутку сказал. В общем, вот мои руки. Это такая, знаете, была шутка, но тем не менее было приятно. Пускай знают. Перейдем к следующему вопросу. Андрей спрашивает. Почему вас так мало в телевизоре? Поступаете вам предложение? Хотели бы вы предоставить судьей передачи голоса в телевизоре? Не хочу никого судить. Вы знаете, вот принципиально выступают предложения из различных конкурсов, фестивалей. Я не могу судить. Вы знаете, я такая сейчас мягкая, нежная и пушистая. Мне жалко всех. Я с таким сердцем большим, открытым ко всем. Мне не хочется обижать людей. Я понимаю, что, конечно, в фестивалях, конкурсах должен побеждать сильнейший. И когда-то я принимала участие в таких фестивалях. но когда я вижу маленьких детей слезы на их глазах, я не хочу. Видимо, у меня сейчас такой период, когда мне не хочется никого судить. А судить тяжело, строго судить тяжело. Брать, например, вы смогли быть судьей до или через несколько лет? Вы знаете, я человек справедливый. И если уже быть судьей, то хочется действительно отдать победу лучшему. Потому что я победила в 15 конкурсах и не всегда была справедливость. И хочется помогать детям талантливым, а не детям, у которых богатые родители. Время сейчас такое, что очень часто жюри идут на компромиссы и поступают не очень порядочно, не очень чистоплотно. Поэтому я стараюсь не участвовать в таких конкурсах, дабы не испортить свою репутацию и не ругаться с своими коллегами, с которыми ты будешь сидеть в одном ряду. И когда тебя коллега будет присоединить, она это моя родственница, ну а эта девочка там, вот у нее такие там проблемы, давай поможем. А реально ты понимаешь, что у этого ребенка нет творческого будущего. Я не хочу, я хочу для своего удовольствия петь, встречаться со зрителями, со зрителями. Причем я не люблю телевидение, вот честно, не люблю. Я люблю концерты. Концерты моя жизнь, я люблю живое общение, общение с залом, показушное интервью, вот так, вот честно. Просто приходится себя заставлять, потому что это часть работы. Ближе следующий вопрос Катя Невская спрашивает. Вы всегда очень ярко выглядите, мне интересно наблюдать за вашим явлением на публике. Расскажите о своем стиле, где покупаете одежду, какие марки предпочитаете и последовательно как ухаживать своим лицом и телом. В последневной жизни я одеваю то, что удобно. Знаете, раньше когда-то хотелось там сумасшедший высокий каблук, такой прям сейчас я ношу то, что удобно. Сегодня я в платье от украинского дизайнера Алены Олейник, это моя подруга и у меня много в гардеробе одежды от украинских дизайнеров, поддерживаю отечественного производителя и захотелось сегодня одеть солнечный, желтый, с головы. Ухаживать за лицом и телом в принципе для любой женщины любовь это все. Это горящие глаза, хорошая кожа. Я считаю, что человек должен правильно питаться, не пить, не курить, не принимать наркотики, находить время для занятий спортом, для прогулок на свежем воздухе, искать позитивные моменты в жизни. Конечно, если есть возможность, хорошая косметика. Ну, учитывая то, что 15 лет на сцене и постоянно грим, конечно, на косметику не трачу деньги, это правда, муж знает. прихожу домой, я купила крем, он даже не спрашивает, сколько, он знает. Могу сэкономить на чем-то другом, на косметике, не буду обманывать, не экономить. Как раз следующий вопрос от Руслана Егорова, сколько нужно денег для дружинской в день, чтобы чувствовать себя комфортно? Ух ты, Руслан Егоров, это мой бывший пианист, он у нас такой мальчик очень модный. Руслан, я у тебя спрашиваю, сколько тебе нужно денег, чтобы чувствовать себя спокойно? Я знаю, что Руслан хорошо готовит и красиво одевается, поэтому, наверное, нужно спросить у него, сколько тратит денег? Я не думаю о деньгах, для меня важно, чтобы самое необходимое было у ребенка и чтобы была возможность найти возможность для отдыха. В принципе, я спокойно отношусь к бриллиантам, то есть нет и не надо. Другие ценности жизненные. То есть один гад не думаете каждый день? Я не думаю. У меня есть супруга. вопрос. Ксения спрашивает. Катюша, расскажите, что в последнее время вас порадовало или разочаровало? Есть ли какие-то способы справиться с депрессией? Порадовало меня поездка в Иерусалиме? И вы знаете, подходишь к храму Гроба Господня, просто настолько мурашки по коже, такое ощущение, выходишь из храма, как будто ты очистился. И очень хочется плакать, вот такой прям комок в горле. Если есть возможность, обязательно рекомендую поехать. Место просто великолепное, потрясающее. Разочаровала Италия. У нас недовом месяце, час недовом месяце мы провели в Италии, мы были в Риме, Флоренции, Веронии, в Милане и в Комо. Почему? Объясню, почему. Очень чувствуется кризис. Я была в Италии 10 лет назад на фестивале Сан Ремо и для диаспоры проводила три концерта. Это была другая Италия. Люди были очень добрые, позитивные, веселые. Сейчас я просто была шокирована, потому что в каждом городе нас пытались обмануть. В каждой гостинице нам вместо номера, за который мы заплатили, пытались дать какой-то отвратительный номер, вообще не соответствующий пяти звездам. В такси, в аэропорт, таксист на ровном месте сказал сумму на 50 евро больше. Непонятно почему. И когда мы решили отстаивать свои права, он извинился, сказал, да, я был неправ. То есть люди какие-то агрессивные, очень злые, надменные. Я не знаю, что случилось в Италии. Видимо, у них совсем плохо обстоят дела. И, честно говоря, я больше не буду покупать итальянские вещи. Я не собираюсь финансово участвовать в их расцвете после такого отношения и Виталию я больше не хочу. Хотя итальянскую музыку люблю. И моя любимая певица итальянка Мина. Термисус мужем мы обожаем. Но более разочарованно даже кухней. настолько вот как-то так все. Италия другая. конечно, Рим потрясающий. Рим очень любимый. Бессмертный город. Нереальная красота. Каждый камушек часть истории. И ты идешь, ты просто вообще потрясающе. Получаешь сумасшедшее удовольствие, энергетику. Но больше не поедем. Будем путешествовать по Украине. Хотим попасть в Камени в Подольске. В следующем месяце поедем во Львов. У меня будет концерт во Львове. Через несколько дней будем в Сумах. Очень надеемся. вопрос. Следующий вопрос. Марина Миловна. Есть у вас планы концертных тур в Украине? Нет. Концертная тура пока нет. Это просто пришествие было? Сейчас нет настроения у людей ходить на концерты. Сейчас такое время тяжелое. Люди не знают как жить дальше. Я прочитала вчера в новостях что какие концерты? Все взаимно связано. Хотя в Трусковце у нас был кассовый концерт и был полный зал и люди пришли. Но я делаю специально невысокие цены чтобы люди могли прийти. реабилитационный центр Казахкина мы выделяем тоже билеты там где больные детки чтобы они могли прийти и дарим диски и внимание уделяем находим время чтобы хоть чуть-чуть хоть на капельку хоть на минутку их жизнь немножко скрасить сделать немножко веселей. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос Олечка спрашивает. Расскажите о взаимоотношениях с коллегами на сцене чувствуете конкуренцию и как реагируете на критику? Конкуренции я не чувствую потому что я в своей какой-то определенной нише к коллегам я как всем отношусь нормально и ни с кем нет сори со всеми здороваясь ну так чтобы обниматься соловаться наверное нет но есть у меня несколько друзей в основном это коллеги мужчины которые и поздравляют и встречаемся и находим время чтобы увидеться и поехать на дачу пожарить шашлык пообщаться обсудить время сегодняшнее и как жить дальше в принципе никакой вражды нет слава богу конкретные чувства нет следующий вопрос Василек спрашивает у вас есть дом в Крыму но Крым уже часть России которая по сути украла часть нашей страны повлияет ли это как на тот пересмотр вашего места жительства будете продавать дом нет мы не собираемся продавать мы недавно были и в принципе все спокойно что даже хорошо что наконец-то на улицах появились наряды милиции потому что раньше никогда ты не видел на улице милиции даже были инциденты и милиция была нужна ее просто не было сейчас есть единственное не очень приятно что на поезде потому что самолетом невозможно самолетом не летает только поезд и ты проезжаешь украинский пограничный контроль потом российский пограничный контроль ну в принципе никаких проблем не было когда мы были еще гривна ходила мы могли еще в гривне расплачиваться банки все закрыты банкомате деньги снять проблема но продукты не подорожали мы этого не увидели в принципе люди спокойны многие даже рады что Россия к сожалению и знаете так увидев российские флажки как-то даже сердце побаливает потому что всегда считали что Крым это наша земля печальная печальная немного грустная да ну что теперь поделать придем следующему вопросу Оксанка запретила значит давно почула вашу песню доводи меня до до и была в Шотце навещавам неделю на филовичество нашей страды погибли песня ну эта песня такая очень провокативная и эта песня любит молодежь и вы знаете люди настолько разные кто-то хочет такие песни слушать кто-то вот такие кто-то вообще совсем вот такие поэтому для каждого зрителя есть своя песня я очень пою разносторонние песни и у меня есть репертуар и для детей есть у меня и для ветеранов и для бабушек и дедушек есть для патриотов и есть для молодежи которым нужен секс три раза в день для всех поэтому уже за 15 лет больше 200 песен и песни совершенно разные хочется меняться ну сегодня тоже каким-то таким блинчиком на голове в парикмахе решила поменять мне чуть-чуть образ я говорю Саша ну как-то я не могу я как одним глазом смотрю мне неудобно он говорит Татенька вот будьте сегодня такой нужно меняться это жизнь да я и меняла образ кардинально в клепе белая пантера я вообще была с ежиком таким два сантиметра и такая очень сексуально агрессивная кошка но мы проводили опрос среди моих поклонников и люди хотят видеть во мне символ Украины хотят видеть блондинку с кудрями с длинным волосом в украинском костюме потому что такой певицы у нас в принципе и нет София Михайловна уже поет немножко другой репертуар должен кто-то петь украинские песни нести красоту нашего края патриотизм да поэтому знаете есть такая поговорка позабыли почему преуспели модный певиц у нас полно нужно все-таки нести традицию то что будет вечно это будет всегда да спасибо за ответ не буду говорить щеб на голове с половым органом наверное он тоже победит ну как-то уже даже противно и дети спрашивают что это такое почему женщина ну как-то слишком наоборот вы знаете такой сейчас мир жестокий и грязный и хочется видеть красоту христианство пропаганду искренности честности любви вдохновения уже соскучились за этим надоели уже девочки в трусах с бюстом пятого размера ну как-то уже все от этого устали хочется наоборот вот какой-то загадки вот чтобы просто сидеть и восхищаться знаете вот хочется видеть на сцене ангела вот чтобы вышла девочка красивая светлая в закрытом платье скромная и волшебным ангельским голосом спела песню о мире о добре я честно я землячка Мария Еременчук но я не согласна с выбором песни почему нельзя было спеть песню на украинском языке учитывая такие печальные черные страницы которые сейчас в истории Украины произошли я считаю что она должна была выйти в национальном стиле заспевать украинскую мову и этим показать какая Украина а не выйти в полуголом платье хомячок в кругу крутится ну я не понимаю это мое мнение каждый день я считаю сожаления следующий вопрос голосовали ли на выборах и за кого голосовали конечно голосовала я специально приехала из Крыма поезд пришел в 7 утра и час в такси пришлось ждать пока откроется выборчая дельница и в первых рядах мы с мужем прорывались к обидке с голосованием конечно голосовала и голосовала правильно это был мой выбор Порошенко и Кличко что ждет одного президента? во-первых жду стабильности человек адекватный человек уравновешенный спокойный человек хозяин если он сделал такое предприятие и дал такому количеству людей работу значит будет и в стране все нормально из тех претендентов которые были я считаю что это наиболее был подходящий вариант и мои все друзья знакомые среди моих друзей и врачи и ученые и люди простых профессий мы все голосовали за Порошенко каждый из нас подумал что этот человек сможет навести порядок надеемся на это очень надеемся надеемся на лучшее и мы что-то будет фривольная после какая самая дорогая вещь вашим кардиологи боже мой я даже не знаю Юля ты знаешь шуба это воры наверное спрашивают все шубы в Софии успокойтесь славьтесь наверное самые дорогие вещи это моя аппаратура концертная это микрофон самые последние модели которые стоят баснословных денег и это студийный прибор для что студийный прибор который артисты не возят на концерт а возим только мы он обычно он потому и студийный что он очень хрупкий и нежный но он добавляет такую теплоту в голос и ощущение звука как в студии мы не пожилили денег и купили такой прибор не буду говорить как называется профессионалы знают что это ну тяжелый режиссер ругается матом когда несет следующий вопрос парень спрашивает отпишите себя в трех словах может быть мой муж это лучше сделает Дима помоги мне обалденное это первое обалденное сказал второе сказочно красивое ой нет наверное это неправда ну пусть будет голосистая скромная кавычка неправильно самому себя описывать невозможно так сказать хотя Поплавский сказал что скромность это первый путь к бедности и неизвестности ну я немножко воспитана иначе и считаю что лучше пусть доброе слово кто-то за спиной скажет нежели ты сам будешь о себе говорить хорошо и расхваливать это как так не люблю клоун надо на съемках очень часто руководство канала и режиссеры просят чтобы это был плюсовой клейбэк потому что бывают сбои и проблемы со звуком потому что не все артисты могут петь вживую и когда одни поют вживую а другие нет это очень слышно и потом могут вырезать из эфира поэтому скажу честно что на съемках вынуждены петь по плюс если говорить о России то там почти все поют на съемках по плюс очень редко ну если только это программа специальной следующий вопрос на канале есть передача по мини-шопинга один из ее ведущих Даниил Горчев ставит вас очень часто в пример самую искусственную детопису нашей эстрады что вы думали по этому поводу? я вообще по этому поводу не думаю не знаю кто он такой и знать не хочу пусть он думает так пойдем следующий вопрос Данина спрашивает будет ли снять клик на песню верная подруга как появился песня кто автор пьяного поиска? у меня есть предложение если поклонники смотрят есть у кого-то какие-то интересные идеи по поводу этого клипа я была бы рада да и возможно воспользуемся этими идеями идеи клипа песня хорошая хорошая Сергея Бакуенко песня следующий вопрос у вас был период звездной болезни? никогда не было я не проснулась знаменитой я начала работать в 11 лет и первый свой конкурс в жизни я выиграла в 11 лет и последний конкурс я выиграла в 22 года в 23 я получила звание заслуженной артистки Украины и два диплома международных конкурсов Славянский базар и Зананагура висели в кабинете на тот момент президента Леонида Даниловича Кучмы я постепенно шла у меня не было студенческой жизни разухабистой веселой у меня была работа с утра до вечера репетиции съемки переезды поэтому я не знаю что такое звездная болезнь я знаю что-то на самом деле не так все легко и просто как об этом многие думают все хотят быть звездами попробуйте вы поймете что-то артисты люди очень уязвимые и если артист в какой-то момент понимает что он недостаточно востребован и начинается сильнейшая депрессия кто-то начинает пить кто-то начинает извините ну не знаю колоться или сходить с ума нервничать ненавидеть всех ну есть такие коллеги например в фейсбуке которые просто там на ровной почве начинают устраивать какие-то скандалы выяснения отношений потому что они в один момент почувствовали что эта слава ушла и они не нужны я их понимаю потому что это сильно это большая травма особенно большая травма для молодых артистов которые попали в шоу и стали звездами за один день понимаете тут они звезды а потом канал решил что им невыгодно вкладывать деньги в этого артиста и о нем все забыли и все и человек просто это может даже суицидом закончится поэтому не желаю этой болезни никому не дай бог это плохо вообще верующие люди этим не страдают лучше Бог чем звездная болезнь Барбара спрашивает кто в вашей семье главный? ну в данный момент наш папочка главный как ваша дочь мама выделила и вашего мужчину? честно скажу ничего не утаю когда впервые Дима приехал и открылась дверь моя мама сказала боже какие глаза какой красивый обняла и начала плакать и мы не ожидали такого приема я говорю мама почему ты платишь? доченька сказала папа любит маму мама любит папу вы любите меня и я люблю вас и ребенок потянулся и действительно огромное спасибо Диме за то что Аленушка стала его родной дочкой мы ее любим мы приезжаем в будущем мы заберем будем жить все вместе были вот в Ялтинском зоопарке были в аквариуме гуляли все желания ребенка ребенок очень любит книги очень большая детская библиотека у нас и каждый раз когда мы приезжаем на папочка вот я хочу пойти с тобой в детский мир в магазин книг и мы каждый раз приходим ребенок выбирает она выбирает сама потому что у нее есть свое мнение она козерог по гороскопам говорит нет не нужно мне то я хочу именно эту книжку папочка берем и конечно ребенок очень очень счастлив когда мы вместе и очень печально когда мы уезжаем и мы тоже сердце сердце сжимается не хочется расставаться но в данный момент у нас есть определенные условности которые мы должны сделать и оформление документов и еще важные дела надеюсь что в скором будущем мы будем жить одной большой семьей тоже надеемся следующий вопрос видимо задает вопрос если у вас запреты на что-то что сами себе можете запретить ну какие запреты мы взрослые люди в принципе никакие запреты в ней просто уже сложилась определенная схема жизни и ты понимаешь что это курение наркотики это просто и ненужное и нам мы почти не пьем спиртное вот у нас семейный напиток есть такое легкое шампанское фраголина но вот почему-то вот мы не можем пить крепкие напитки не принимает организм причем и у меня и у Димы мы не курим ни он ни я да мы любим вкусно поесть не скрываем причем Диме очень нравится как я готовлю и прекрасные семейные вечера накрываю стол готовлю вкусные блюда и украинскую кухню спорт чуть-чуть забросили честно скажу потому что заняты друг другом эйфория набрали немножко вес стесняемся стыдно ну вот уже начались концерты слава богу по чуть-чуть уже приходим в форму спасибо за вопрос за ответ спасибо за вопрос в Риме Орлов Денис спрашивает на какой концерт на концерт какой мировой звезды хотели бы попасть я хочу попасть на концерт одной звезды ну ей уже больше 70 лет и она не дает концерт это Мина это итальянка она живет в Швейцарии это гениальная потрясающая певица и в Вероне мы были в Большом театре Верона где была сборная солянка итальянских исполнителей очень понравилось ну я мечтала попасть на концерт этой певицы которая с детства для меня была идеалом понимаете ну пока эта мечта не сбыточна хотели бы в этот мир стать депутатом или министром культуры не дай бог боже барон не хочу не хочу не иметь никакого отношения к политике это грязно это тяжело и в политике люди очень часто не могут говорить правду они вынуждены лгать и это большое мастерство потому что они прекрасно понимают и знают ответы на все вопросы но вынуждены говорить совсем иное порой это делается во благо для того чтобы какую-то ситуацию решить не навредив этим многим людям нет я такой работы не хочу для меня лучшая работа я хочу быть хорошей женой хорошей матерью возможно в будущем открою школу вокала я буду преподавать фалантливым детям бедным буду бесплатно преподавать обеспеченным за гонором если ваша дочь захочет стать певицей вы как пройдя будьте знаю что у меня со всей стороной будете ли ее отговаривать или наоборот поддержите буду отговаривать и она не будет певицей потому что ей не дано это моя любимая дочь единственная на данный момент но она не певица у нас будет медик возможно даже ветеринар у нее будет своя профессия будет лечить животных у нас там и вороны с лапками поломанными уже были и маленький бедный уже уколы были в лапку в бедро делали сентивиотики так что ребенок идет по верному пути я считаю что такая работа благородная хорошая помогать животным пусть занимается этим в этом я помогу поможем с папой вместе дадим образование я сама хочу быть медиком я сама мечтаю еще учиться и Дима спрашивает хочешь и да хочу но не для того чтобы работать для того чтобы быть семейным доктором для своей семьи для наших детей мне нравится наша свидетельница и кума Танюша кандидат медицинских наук и многое всегда спрашиваем и интересно есть у меня интуиция понимаете я чувствую что ребенку какой препарат можно дать какой нет наверное это материнское чутье очень часто вот мы здесь ехали в поезде из черновцов и ребенок в соседнем купе такой был неимоверный кашель но я не могла его держать я не могу остаться знаете равнодушной когда детям плохо или что-то не могу пройти мимо и конечно я пришла у меня с собой аптечка всегда у меня есть все на все случаи жизни для всех причем я привыкла это из гастрольной жизни потому что в моем коллективе я была самая старшая и балет и музыканты вечно что-то у кого-то болит что-то происходит какие-то непонятные болезни, случаи целый мешок таблеток медикаментов всегда есть и знаю чем кого лечить и помогли этому ребеночку спасибо вам большое не за что а на следующий вопрос были ли вы на Майдане какие впечатления? была на Майдане и чем могла помогала не буду афишировать это не скромно неправильно какие впечатления сердце кровью обливалось и многие артисты знают что происходило и какие коллеги наши пели на антима антимайдане причем те кто пели я им лично сказала что я не думаю ну так в мягкой форме на что сказали что вот финансовый кризис нужны были деньги ну я сказала что деньги нужны всеми всегда но кто-то продает свои братья и сестеры свою мать а кто-то может и хлеб поесть но не пойти петь вы понимаете за кого такой момент важный для страны поэтому каждый делал свой выбор я с народом и когда вот происходили те самые ужасные драматические события начиная свой концерт я начинала всегда с патриотических песен потому что это настолько сейчас актуально и это так всех нас сблизило и слава богу что в моем репертуаре есть эти песни спасибо автору спасибо Юрию Репчинскому Николу спасибо Олегу Харитонову спасибо Пете Маге мне приятно что сейчас люди начали носить вышиванки за то что возрождается вся культура Украины и настолько действительно красота ридную мову и красота наших традиций украинских это круто нас теперь узнал весь мир и узнал с хорошей стороны да спасибо за ответ следующий вопрос как раз потому что мы предпускали его кто в образовании кто по образованию хотели бы учиться еще да сказала что хотела учиться по образованию я профессиональная эстрадная певица и преподаватель вокала хочу учиться для семьи для себя да следующий вопрос есть ли песни в чужом рекордуаре которую хотели бы спеть сами ну таких песен очень много даже всех не перечислишь и у украинских исполнителей есть прекрасные песни и у западных несколько песен такие вот какие вот мне нравится я назвам себя без бою нравится песня одной певицы не буду называть очень патриотическая Рыбчинского и Никола тоже песня очень хорошая действительно которая очень мощная независимо кто бы ее спел сама по себе песня настолько сильная и в ней заложенная энергетика и мощь слова Рыбчинский это мастер гениальный 22 мая ему исполнилось 69 лет и я не понимаю почему до сих пор этому человеку не дали герой Украины он заслуживает талантище талантище гениально это голыба мы вот в таком узком кругу называем его папа а где еще прозвище есть у звезд есть но я не могу говорить потому что могут по-разному отреагировать не буду хорошо Таня спрашивает знаю что у вас есть уже балет что значит есть уже балет у меня балет 15 лет есть в моем балете Виктор Роман работает с 98 года можете представить вы же как ветераны Таня не знает что она я хочу танцевать у вас возможно ли это если у меня шанс проводите ли вы кастинги по этим критериям отправить в виде коллектив Таня напишите нам в фейсбук или вконтакт Юлия Толкачева обязательно ответит что-то придумаем посмотрим если вы соответствуете профессиональному уровню коллектива есть возможность я думаю что будут в данный момент работаем над созданием образа и новых сценических костюмов потому что прошлые годы я рекламировала черновицкую фирму Укршик которые шли потрясающие платья и одно из платьев стилистически украинское которое весило 10 килограмм у него много написано там и кораллы нефрит и вышивка которая 100 лет с таким шикарным шлейфом хотим уже немножко новый образ хотим новую одежду и в данный момент работаем со Светланой Теренчук это венецкий дизайнер над коллекцией платьев которых мы сделаем фотосессию уже одно платье почти готово надо еще 4 и последний вопрос сегодня от Андрея когда у вас будут концерты в России я даже знаю какой это Андрей это Андрей Зенин вместе с Сергеем Городнянским которые живут в Москве они занимаются организацией концертов но они обещали много сделать не сделали ни одного концерта поэтому вопрос в данный момент не актуален тем более в России концерты у меня сейчас будут в Болгарии и в Украине очень ждем концертов спасибо 7 числа в Сумах приходите театр Щепкина центр города это вас пожелание ваших поклонников на шляпе мои дорогие любимые поклонники спасибо за то что вы со мной что вы меня не забываете несмотря на то что в данный момент я больше сейчас занята семейной жизнью а не творчеством спасибо вам за то что вы отслеживаете все новости за то что пишете такие приятные добрые слова комментарии спасибо вам за то что вы на протяжении 15 лет вместе со мной я вас люблю я каждому из вас желаю простого человеческого счастья тем кто одинок встретит свою любовь свою половинку приезжайте на мои концерты приходите каждому уделю внимание поговорю чем смогу помогу советом делом спасибо за то что вы у меня есть до свидания спасибо аргументы и факты спасибо 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 спасибо